Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас ноутбук Lenovo ThinkPad E575. Его проблемы в том, что он греется, в том, что он совершенно не тащит игры и, собственно, нужно с ним что-то сделать, то есть разобрать, каким-то образом почистить, улучшить производительность, насколько это возможно, и посмотреть, что будет с этим дальше. И еще одна особенность, у него не работает тачпад. По каким причинам? Пользователю неизвестно. Носили вроде как в ремонт, но что там с ним сделали, неизвестно, непонятно. Пимпочка еще отрывается. Да. Посмотрим во время разбора, что и как. Ну а чтобы приступить к разборке ноутбука, нам нужно в первую очередь снять батарейку. Это логично. Батарейка у нас фирменная, ее технические характеристики, если вы вдруг ее где-то потеряли, но хотите купить новую, вы видите на своих экранах. А для разборки этого ноутбука нам потребуется комплект отверток. И приступим к разбору. Снимаем, естественно, первую попавшуюся под руки крышечку. Она, собственно, здесь одна, которая даст доступ к другим болтикам и к некоторым комплектующим ноутбука. Бултики останутся на месте после снятия крышки. Они никуда не улетят. У них здесь есть специальное крепление. Насчет этого не переживайте, не бойтесь. Откладываем крышечку. И что мы видим? Доступ к оперативной памяти, которая у нас одной планкой фирмы Samsung на 4 гигабайта, частотой 2400. DDR4, кстати. Ставить мы будем тоже Samsung, тоже на 4 гигабайта, но частотой 2666. Банально, потому что в магазине я не нашел на 2400. Так бы постоянно 2400, чтобы было, ну, немножечко, немножечко правильнее. Но работать будет и так, в принципе. Hard, жесткий диск. Она снимается с помощью такого язычка, предусмотренного производителем. Он аккуратненько отклеивается от корпуса, за него тянется и жесткий диск медленно выезжает. Росткий диск винчестер у нас фирмы Seagate на 500 гигабайт. Это не может не радовать. Предлагаю, кстати, человеку поменять этот винчестер на новый SSD. Но он, естественно, конечно же, как и все, ну, не то, что все, наверное, большинство пользователей не видит смысла в замене жесткого диска, к примеру, за 3000 рублей объемом 500 гигабайт, на SSD за 3000 рублей объемом на 240 гигабайт. Образно говоря, да? Человек считает просто по объему, но никак не по скорости и так далее. Ничего подобного. Ну, а, собственно, ноутбук разбирается вот как-то так. Главное, не забывайте снять батарейку и проверяйте, все ли болтики вы открутили, прежде чем приступить к дальнейшей разборке этого ноутбука. А чтобы полностью ее разобрать, нам нужно снять клавиатуру. А клавиатуру мы можем снять, если его перевернем. Соответственно, полтики еще под ней имеются. Но, но, нюанс. Нужно снять привод. Под приводом также есть энное количество болтов, которые в дальнейшем нам помешают в разборке этого ноутбука. болтов здесь три. Они маленькие. Их нужно раскрутить, чтобы не навернуть корпус. Чтоб он не треснул и его не сломать. И не попасть на корпус, естественно. Их откручиваем. Опять переворачиваем ноутбук. И снимаем уже клавиатуру. Клавиатура у нас снимается достаточно просто. И даже проще, нежели снимал ее я. Ее достаточно, в принципе, просто подвинуть в одну сторону от себя. И она выйдет. Естественно, снимаем шлейфы клавиатуры. И можем наблюдать, не знаю, насколько хорошо вам видно. Шлейф тачпада, который слева снизу находится, он не подключен. То есть, причина-то, собственно, в этом неработающего тачпада. Предыдущий, видимо, ремонтник или забыл, или забил, или просто не захотел этого делать. С желанием, может быть, к нему заново обратиться. И не подключил его, поэтому он и не работает. Отсоединяем дальше шлейфы и откручиваем все болты, которые видим. Один болт спрятан под именно этим шлейфом. Не забываем его открутить, иначе возникнут проблемы с разбором ноутбука. Естественно, все нужно делать аккуратно, дабы не повредить ни контакт, ни шлейф, ни оторвать какой-либо мелкий предмет на материнской плате. Ну, либо где-то еще. Ну, а вот болтик видите, да? Который мне, собственно, и мешал в разборке. Его сейчас мы и открутим. И все спокойненько снимется. И что нам не помешает? Теперь не помешает. Кручечка снялась. И имеем полный доступ к клавиатуре. Точнее, к какой клавиатуре? К материнской плате. Грязь немножечко видим. Снизу, под тем местом, где устанавливается жесткий диск. Не знаю, чем именно залит и залито ли. Это странная какая-то субстанция жесткая. И Wi-Fi тоже забыл открутить. Он тоже мешал снятию клавиатуры. Шлейфы тоже аккуратненько все снимаем, чтобы не повредить контакта. И снимаем клавиатуру. Вот она, грязная у нас, естественно, система охлаждения, как и сам поддон. И будем чистить систему охлаждения. Снимается она благодаря откручиванию четырех болтов. Достаточно не сложно. Заодно поменяем, естественно, термопасту. Это поможет, улучшит, точнее, способность себя охлаждать ноутбуку. Снимаем аккуратно. Также не забываем все шлейфы перед этим. То есть питание вентилятора. Снимаем аккуратно, чтобы не кацануть кристалл. Не отломать на процессоре. Так как он здесь впаян. И будет достаточно сложно его поменять. Ну и, собственно, это будет стоить денег. Да. Дермопаста здесь, вы видите, высохшая. Ее удаляем. Чем-нибудь, чем вам удобно. Я удаляю ватными дисками. Мне удобно так. Кто-то может быть ножом. Кто-то пальцем. Или еще чем-нибудь. Спичками. Не знаю. Мне удобно так. Как с системы охлаждения выбираем термопасту. Так и с центрального процессора. Вот. Примерно. Примерно такой результат будет у нас. Разбираем саму систему охлаждения. Чтобы почистить ее внутри. Так как внутри она, конечно же, тоже грязная. И не достаточно всего лишь заменить термопасту. А нужно почистить и сам вентилятор. И выдув этого вентилятора. То есть радиатор. Чтобы не мешало выходу горячего воздуха. Ничего. Крепления отгибаем. Вот эти вот. То есть не совсем отгибаем. Чтобы аж наизнанку. А чуть-чуть лишь. Приотгибаем, так сказать. Чтобы защелочку снять. И она вот так вот отщелкнется. А под ней. Под ней. Мы наблюдаем такую картину. Что ее, собственно-то, и не чистили, наверное, всю жизнь. Скорее всего. Как-то он грязноват. Слишком очень. По крайней мере, сам радиатор. Вообще забит. Поэтому он и гудел на всю постоянно. Что вывод. Выход воздуха-то не был горячего. Вот оно и грелось. Вентилятор несъемный. К сожалению. Смазать его, наверное, не получится. Но я, по крайней мере, не пробовал снимать. Выглядит без термопасты. Процессор примерно так. Он AMD. Как вы могли уже заметить. Да и ранее, в принципе, на корпусе наклейка тоже была. От AMD. Видеокарту распаянную вы не наблюдаете. Потому что она здесь в процессоре. Дальше увидим, что это за процессор. Ну, или вы могли закулить, что за процессор. И увидим, какая видеокарта. Термопасту видели, какую я использую? Кто-то скажет, да, что это не MX-4. Да, вообще это шняга. Но я пользую этой. Потому что я не хочу заказывать MX-4 из Китая. Я не хочу здесь ее покупать гораздо дороже, чем она в Китае. А эта термопаста имеет достаточно неплохие характеристики по теплопроводности. И стоит дешевле, чем MX-4. Ну, собственно, здесь в локальном магазине. Я не спорю в Китае. MX-4, конечно, дешевле. Но это нужно заказывать. Я не хочу этого делать. Мне проще пойти в магазин и купить ее сразу, чем ждать. Мажем термопасту ровенько на процессор. Кто-то, может быть, капает прямо посередине. Уложит термопасту. Кто-то размазывает. Кто-то бухает полтюбика и считает это правильным. Но каждый делает так, как может. Не будем никого ни в чем винить. Мы здесь не для этого, а для того, чтобы посмотреть, как вообще это дело делаю я, наверное. Ну, или, может быть, кто-нибудь чему-то все-таки здесь научится благодаря этому видео. Мало ли, вдруг будет полезно. Ненужную термопасту я накосятил немножечко. Размазал не там, где ее нужно. Можно убрать, опять же, ватным диском. Или, к примеру, ваткой просто. Или ватной палочкой. Опять же, кому как удобно. Кто как умеет. Так и делает. Собственно, не нужно никого ни в чем обвинять. Итак, ненужную термопасту мы убрали. Да, вот теперь красивенько все лежит. Должно быть красивенько. Ненужные компоненты после замены термопасты мы тоже убираем. И ставим систему охлаждения на ее законное родное место. При этом прикручиваем четырьмя болтиками крест-накрест. Сначала чуть-чуть подкручиваем все четыре крест-накрест. А потом затягиваем уже до конца. Чтобы, так сказать, равномерно. Как колесо на автомобиле, знаете, да? То есть не по очереди каждый болтик, чтобы оно криво восьмерочкой потом гуляло. А крест-накрест, чтобы колесо село ровно. Вот здесь тоже та же самая система. Чтобы равномерное прижатие было к кристаллу чипа. Кристалл. Да, к чипу. В общем, система охлаждения. Затягиваем крест-накрест. Материночку вот мы отмыли. Выглядит все вот это вот после чистки. Примерно вот так. У вас, может быть, как-то по-другому будет выглядеть. Но не суть. Поддон тоже почистим. Так как он здесь достаточно грязноват. Не хочется отдавать в таком виде его. Примерно вот в таком уже интересней. Чистенько. Гладенько. Приятненько смотреть на все это дело. Ну и ставим обратно. Шлейф этот не забываем подключить. Иначе не будет работать ваш ноутбук. Ставим материнку аккуратненько. Стараемся ничего не сломать. Попадаем в пазы. И материнка у нас встает в корпус. Дальше, собственно, закручиваем все в обратном порядке. Так как откручивали. Здесь, наверное, ничего сложного не будет. Ну и, соответственно, подключаем все шлейфы, само собой, на свое законное место. Чтобы не было потом. Так как с этим ноутбуком после вас, ну или после кого-то. Чтобы это не работает, то не работает, клавиатура не пашет или тачпад. Материнку прикрутили. Все поставили на место. Подключили, проверили. Все работает. Можно смело отдавать клиенту. Или дальше пользоваться. Если вдруг этот ноутбук находится в вашем использовании. Такое тоже бывает. Почему бы и нет. Если есть смелость, желание и руки растут из нужного места. Можно и самому попробовать почистить. Если нет боязни, что-то упороть или запороть. Балтики закрутили на материнке. Раз, два, три, четыре. Кстати, можно было не откручивать в принципе. Я не знал. И его открутил. Ну и пятый внизу был шлейф. Дополнительная плата расширения. Ставим на место. Закрываем. И здесь, по идее, у нас внутри все. Можно ставить крышку на место. Шлейф тачпада уже не забываем подключать. Не так как до нас это сделали. И по идее он у нас заработает после этого. Здесь же, конечно же, сразу мы забываем прикрутить болт. Поэтому ставим шлейф. Потом вспоминаем, что нужно прикрутить болт. Потом снимем шлейф. Прикрутим болт. И опять поставим шлейф. Ну что ж. Да, ошибка хочется. Всякое бывает. Всякое возможно. Да, да. Полезем сначала так. Потом поймем, что так не получится. Снимем. Закрутим. И опять поставим. Ну что ж. Все совершают ошибки. Мы люди, не машина. Хотя машина тоже совершает ошибки. У вас же компы тоже таращат. Глючат. Вот человек тоже. За трою. Бывает. Ну а дальше. Что? Дело всего лишь в закручивании болтов. И установке клавиатуры. На ее законное место. Ставим Wi-Fi. Ну здесь. Быстрая перемоточка. Ставим две оперативочки. Батареечку на место. Потом после включения. Естественно надо будет. Поставить правильное время. Дату в BIOS. Чтобы у человека потом не возникло никаких проблем. С этим делом. Болты все прикручиваем. Какие нужно прикрутить. Под приводом естественно тоже не забываем. Ставим привод. Прикручиваем его на болт. И ставим клавиатуру. Естественно опять же не забывая. Поставить нужный шлейф. Все. Клавиатура готова. Прикручиваем на три болта. Это уже сама клавиатура. Чтобы она никуда не уехала. Ставим винчестер. Верхнюю крышечку. Батареечку. Проверяем чтобы она не отпала. И вуаля. Ноутбук готов. Выглядит он примерно. Вот таким образом. После чистки и обслуживания. Как мог его оттер. Как получилось. Но следы с флотацией использования. Никуда к сожалению не делись. Но что поделаешь. Что поделаешь. Такова жизнь устройства. Ну а сейчас мы приступим. К тестам игр. И первое у нас это дота. Естественно. Пишу таким образом. Чтобы вы. Видели реальный FPS. Так как если я буду записывать. На самом ноутбуке. И FPS уже упадет. Ну вообще. Просто. В днище. Он и так то. Не на высоте. Ниже. Ниже комфортного. Так сказать. Но кто то может быть. И на этом FPS будет играть. Кому то комфортно будет. Мало ли. Мало ли. Мало ли. Всякое бывает. Но идет игрушка. Как то так. В принципе. В некоторых местах. Даже. Даже играбельно. Ну а дальше. КС. КС. Опять же. На минимальных. Разрешение. Во всех играх. Кстати. 1366 на 768. То что может позволить. Сама матрица. Данные. Модели ноутбука. На других. Может быть. Фулка стоит. То есть. Фулк. Я не знаю. Не смотрел. Даже. Какие модели есть. Ну а здесь. Вот такое. Разрешение. FPS. Что то. Кстати. Последнее время. В КС. Не выводится. Ни FPS. Монитор. Ни MSI. В КС. Стимовская. И. Здесь. По моему. 30. 50. Местами. В зависимости. От. Местонахождения. В здании. Побольше. Вне здания. Чуть поменьше. Но. Как то. Как то так. Идет. Игра. Но. Дальше. У нас. Будет. Quake. Champion. Настройки. Графики. Вы видели. И здесь. Ну. Я бы сказал. Неиграбельно. В принципе. Так как. Quake. Достаточно. Динамичная. И. Здесь. Нужно. Чтобы. Как можно. Меньше. Лагов. У нас. Не то. Что. Много. Они. У нас. Постоянные. Поэтому. Прицелиться. Нормально. Не получится. В противника. А. Он. У нас. Прыткий. Юркий. Быстрый. Поэтому. Единственное. Что. Можем здесь. Это. Отхватить. Грит. Автоспорт. С этим. У нас. Уже попроще. Настройки. Графики. Ну. Собственно. Опять же. Все. На низком. К сожалению. Хотя. Что. От этого устройства. Можно ожидать. Да. Собственно. И. Ничего. Больше. Чем. Мы видим. Ну. ФПС. У нас. Идет. Примерно. Как-то. Так. Вы. Видите. Вот. Тридцати. Ну. Иногда. Иногда. Чуть. Выше. Но. Это. В принципе. Опять же. Не критично. Можно. И. Так. Я. Думаю. Вы. Со мной. Согласны. В этом. Ну. А. Следующим. У нас. Будет. Моя. Любимая. Замечательная. Потрясающая. Игра. К сожалению. Евро. Трак. Симулятор. А. Американ. Трак. Симулятор. Почему. Ну. В принципе. Что. Разницы. Нет. В. Графике. Пока. И. Американ. Трак. Запустить. Ну. Почему. Собственно. И. Трак. И. Видим. Что. В принципе. Комфортные. Тридцать. ФПС. Мы. И. И. Поэтому. Грузы. Можем. Спокойненько. Это. Собственно. Замечательно. Я. На самом деле. Думал. Что. Будет. Здесь. Грузы. У. Следующая. У�. Будет. Достаточно. Длинный. Тест. Как-то. Я заигрался. В. Игрушку. Ну. Собственно. В. Него. и. И. Это. atorio. периодически, но здесь как-то подзавис почему-то. Настройки опять же низкие, опять же все плохо с графикой и с разрешением. Игра называется Standard Deep или Standard Deep. Называйте собственно как хотите, как умеете, как нравится. Появились мы на острове, в водичке у нас. Сколько там, около 20-18 FPS. Такое себе, конечно, но с другой стороны это не Квэп Чемпион. Кстати, Акула, Акула, я за тебя еще за тобой, я слежу. И до тебя еще доберусь, ты меня отхватишь. Да, я тебе запомнил. Ну а пока, пока, чтобы поесть Акулы, мы сделаем костер. Подкрепимся ранее убитым крабом. Разожжем его, этот кастик. И посмотрим пока на FPS. 20, 23, 22, 28. О, мясо, 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 мясо. Крабье мясо. Маленькое крабье мясо. Его пока поджарим. Пойдем посмотрим дальше, что у нас здесь на острове. О, ты меня ждешь, ты меня ждешь. У меня есть нож. У тебя наше нет. Знаешь, я тебя заражу. Наверное, если получится у меня. На, лови. Съеста на меня нет. Наверное, я ее всем смог. Кстати, забавные баги этой игры. Часто случаются, кстати. И даже акулки умудряются, покусать в таком. Вот видите, в таком состоянии. Правда, не понимаю, как. Но как-то так получается. Но я все-таки попытаюсь их завалить. Правда, с ножом ни разу у меня этого не получалось. Но я попробую что-то с этим сделать. Да, по брюху, по брюху и хвост. Кусочек хвоста хотя бы отрезать их, что ли. Ой, меня едят. У меня сейчас закончится кислород. О, нет. Не закончится кислород. Я смогу еще подышать. И где-то вот она ты. Лови. Нет. Не ловит. Не хочет. Не хочет акула пойти на костер. К сожалению. Но сам FPS не дропается ниже 15. Хотя при таком FPS тоже не очень-то комфортно играть. Даже акулу невозможно замочить. К сожалению. Куда ты делась-то? А вот она ты. На. Я, кстати, не понимаю, я убью вообще ее или нет. Или мне это не удается. Как-то. Как-то не получается. Стой. Стой, говорю. Стой, стой, стой. Опять не получилось. Где-то. А вот она ты. Я тебя догоню. Догоню тебя сейчас. Воспитая море. Сейчас не оплывем. Потом домой не попаду. Потеряюсь. Шторм еще начнется у меня. У меня вообще заблужусь. Но все. Выдохся я. Пришел тебе конец, акула. Пришел тебе конец. Сейчас я тебе... О. И не я, оказывается. Не я. Ну а характеристики видеокарты вы видите на экранах? Какая она здесь интересная? Или не интересная? Можете сравнить со своей. Может быть у вас получше. А может быть похуже ноутбуки. А может быть даже десктопная у вас хуже. Не знаю. Проверьте. Посмеетесь. Или погрустите. Порадуйтесь. Посмотрим. Так. Ну а сам процессор. У нас вот какой-то вот такой вот процессор-то. Двух ядерный. Двух поточный. Ничего позитивного из себя не представляющий. Кэша у нас мало. Кэша у нас третьего уровня вообще отсутствует. Да и второго у нас кот наплакал. Оперативочки 8 гигабайт. Две планочки по 4. Ну а по самому ноутбуку и что с ним делали и как с ним делать? Выборы делать только вам. Спасибо за то, что посмотрели. Пишите комментарии. Оставляйте свое мнение. Ну а увидимся мы уже в следующих видео. Успехов, ребята. Ну и девчонки, кстати, тоже. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok